Включай. Повещай лучше. Вот подъезжаем. Брата Василия везем. С Баднаула брат Сергей его. В дом подвозит. Сейчас выдаю. Покажу. Вот. Везли его обратно. На свою фазенду. Все, давай. Заводи нас, брат. В гости. Заводи. Заводи. Да. Вот еще дрова у него тут. Часть в доме, а часть вот здесь лежит. Потому что на зиму, даст Бог, хватит ему. Да, участок-то хороший, конечно, тут у него. Облепиха. Все это. Разное. Показывай. Ты же первый раз тут, да? Сейчас. Я тут уже несколько раз тут был. Все. Ну, я сейчас даю. Вот, даже Сергей мне поможет. Сразу видно, по-хозяйски. По-хозяйски, по-хозяйски. Вводим. Сварь. Это, брат, тетя. Мир нового, сему. С миром принимаем. Ну, вот. Добрые хозяева. Аминь. Слава Христу. Хорошо, Вася, дома у себя? Да, хорошо. Хорошо. В крови родном. Я хотел тебя спросить, брат, по какой причине ты решил у Сергея ехать? Не по слушанию. Не по слушанию, да? А еще что у тебя именно? Может, по дому соскучился или что у тебя? Что желание? Ну, не по слушанию. Так его надо вырабатывать. В Евангелии так написано, Господь, навык по слушанию. То есть, в Новом Завете написано сейчас. Навык. То есть, навык по слушанию должен быть всегда. Даже в малейшем. Конечно, у тебя возраст уже большой. И тут, понятное дело, что уже многие запущены. Восьмой десяток. Я вот тоже сколько с Игнатьевым живу, считай, сколько я пока этот навык выработаешь себе в послушании-то. Но она тоже, в принципе, я же и в армии служил, так что. И там везде послушание приучает. Так, то у тебя тут есть продукты, это, чтобы тебе все есть, да? Все, закупил. Все, закупил. Ну, все тогда, слава богу. Так что только это топи обязательно. Потому что ты у Сергея-то сейчас прогрелся там. Там тебе легкие полегче стали все-таки. А сейчас будешь, если морозится, тебе опять начнет прогрессировать болезнь-то вот эта простудная. Так что, брат, давай, береги себя. Может, еще лет до ста проживешь. Да, дай бог. С такими же банками. С соплями. Сставим тебе зубы, сопли, откачаем. Сос, да. Смотрите, невесту тебе найдем. Да не, невеста времена. Смеешься. Сейчас лежу спастись одному в душе его. Бессмертно. Лучше вам оставаться, как я, апостол Павел говорит. Да. По-более у нас уже были жены. Да. Ничего уже. Будем монахами, да, Вася? Ты в своей келье, я в своей. Че в грех на душу брать? Ты меня не слушаешься, я разгрожаюсь. Лучше поживем раздельно. А бродячую собачку ты привел как? Потом на предель? Бродячую собачку, вот мы. Ты определишь, кто-то мне? А я ее отвез женщине, женщине этой. Ну вот, с Игнатью Тихоничем отвозили как раз там, бродячую собачку, которая у меня жила там, помню-то. Отвез женщину, женщина там благодарила меня, говорит, я там профессионал, я же ее отлавливал. Они, говорит, два года не могли ее поймать, а я ее за полчаса отлавил. Так она, ее хозяйка. Она, они ее там кормят. Они ее там кормят. А она на местопитании? Да, она там живет, так же бомжи. Приходит, приходит. И они ее кормят и решили ее простерилизовать. А то она каждую весну там такую стаю кобелей собирает. Они боятся, что они ее там отравят, пристрелят. Вот Игнать Тихонич и убеждал, что лучше ее сразу было усыпить, чем уродовать. Я еще в этом деле грех на душу взял, поучаствовал. Люди деньги платят, видишь. Я выполняю свою работу. Может, не нужно этого делать, но... Ну, брат, совет, что один? Во-первых, один остаешься, никакой уныния, чтоб не было. Сразу молись, то есть молитва должна быть. А как я тебе уже советовал, молись своими словами. То есть должен быть навык молитвами своими словами. Ты распечатал, забыл. Только что брат говорит, молись своими словами, и ты тут же... А ты распечатал, понимаешь? Да я забыл, шубу взять. Шубу? Шубу привезу тебе. Ну, потом, да. У тебя тут есть фуфайка? Да, есть. Шубу, да, я тоже вспомнил, что мне взяли. Она где? В шкафу или в твоей комнате, или в коридоре? Не помню. Ну, найду, найду. В шкафу, в шкафу, где-то. В шифонере в твоей комнате или в коридоре? Да, наверное, в моей комнате, где я спал. В шифонер туда я складывал. Нет, где пылесос, да? Ну, как-то угол запихнул я. Ну, в субботу я приеду, часа в три тебя возьму. Как ты говорил. Да. Да, но я бы ты мог забыть. Приеду, тебя заберу, на вечернюю сходим, потом поедешь ко мне. Помоешься, потом сходим, помолимся, потрапезничаем, позанимаемся. Опять я тебя сюда привезу. А, в воскресенье уже, да? В воскресенье, да. Ну да, зачем тебе, тем более? Такой даряк. Потому что здесь у тебя, ты в бане не затопишь, это сколько тебе дров надо. Но у меня там... Да я говорю, это лог длину. Ну, все. Давай, помолимся. Давай, господи. Благослови, брат Василий. Статуй здесь. Не дай ему впасть в умение, господи, отчаяние. Подай ему послушание, господи, по слову твоему. Восстанови его память. Дай ему, прости ему все согрешения, вольные и невольные, господи. Дай ему о ревности, в деле спасения от своей собственной души. И в чем мы согрешили, господи, при тобой? Прости нас, помилуй и благослови. Аминь. Аминь. Все, брат, прости меня, Христа ради. Ты прости меня, Христа ради. Ну, все, Бог, прости. Ты во имя тоже. Да, все, давай. Да, что прощать-то? Ты мне ничего не сделаешь. Единственное, один раз меня тут заморозил, когда я приеду. Живу без собаки. А что-то у тебя следы какие-то, я сейчас заметил. Собачка какая-то проходила к тебе, нет? Или кошка? Так я говорю, братец приезжал. А, с собакой? Да, еще. А у него собака? Да, собака, соседняя. А, соседняя. Ну, все, с Богом. С Богом. Давай, проводи нас. Да, одному, конечно, тяжело. Это... Плотит жить, конечно, с кем-то вдвоем, втроем. Ну, вот тут, вот смотри, какие дрова. Тут вот тополя вообще полно. Где топол? А вот он тополь, белый вот. Ага. Вот, сразу четыре чурки, и вот. Ну, а мы-то тоже тополины утопимся. Дом вот у себя. У нас полно этих тополин. Мы перекололи сколько вам с братом Сергеем их. Ну, ладно тогда, все. Ага, с Богом. Все, с Богом. Слава Христу. Аллилуйя.